Привет, народ! Давайте посчитаем, сколько версий Mi 11 существует на сегодняшний день. Обычный Mi 11, Mi 11, iMi 11, Pro Mi 11, Ultra Mi 11, Lite Pg, Mi 11 Lite. И я уверен, на этом они не остановятся, потому что в английском алфавите есть еще 25 букв. А сколько слов еще на планете они не использовали. Как минимум, Mi 11T мы по-любому когда-нибудь увидим. Да уж, Xiaomi умеют запутать. Причем это происходит во всех линейках производителя. Возьмите самого отбитого фаната Xiaomi и попросите его перечислить все модели прошлого и этого года. Вряд ли он это сделает. Ну или у него попросту не хватит времени, он состарится. Ладно, с юмором у меня не очень, возможно с обзором получится. Сегодня я вам расскажу о модели Mi 11 Lite. Его официально представили пару дней назад. И скажу честно, с самого начала он мне показался вообще неинтересным. Я об этом говорил в каждом выпуске новостей. И даже когда отдал за него деньги в магазине. Я даже не спешил выкладывать его обзор. Поверьте, мне есть чем сейчас заниматься. Посмотрите, вот ROG Phone 5, вот Realme 8 Pro. Но судя по опросу в нашем телеграм-канале, люди хотят именно Mi 11 Lite. Ну окей, я плюнул на все и начал активно тестировать именно этот аппарат. И вы знаете, с первых минут распаковки я был приятно удивлен. Теперь я точно понимаю, зачем и для кого он выпущен. И для полного шока держите. Он 100% лучше, чем Poco X3 и точно не хуже, чем Redmi Note 10 Pro. Думаю, для разогрева достаточно. Ну а продолжим после небольшой саморекламы. Но, во-первых, напоминаю, что уже завтра на Алиэкспресс стартует флеш-сейл Poco X3 Pro. 199 долларов за флагманский процессор и дисплей 120 Гц. Это мечта для любого геймера. Добавляйте товар в корзину прямо сейчас, оформляйте и оплачивайте заказ уже завтра. Все ссылки и промокоды я оставлю в описании. Пользуйтесь на здоровье. Ну а во-вторых, хочется напомнить о нашем розыгрыше сразу 10 браслетов Mi Band 6 и того самого Poco X3 Pro. Условия максимально легкие, участников немного, прямой эфир уже скоро. Ссылки оставлю в описании, желаю удачи. Начну я с банального. Что в стандартном комплекте? Сам смартфон, блок питания мощностью 33 Вт, прозрачный силиконовый чехол, USB кабель и иголка. Самая главная фишка аппарата – его эргономика. Об этом много говорили на презентации и я вам тоже скажу, что в этом плане равных Mi 11 Lite сейчас на рынке нет. Его вес составляет 159 грамм, толщина корпуса 6,8 мм. Да и общие габариты меньше, чем у конкурентов. Смотрите сравнение с Redmi Note 10 Pro, Poco X3, Realme 8 Pro и Galaxy A52. Скажу сразу, что вот эта разница в 20 грамм, она действительно чувствуется. И если вы любите долго разговаривать по телефону, для вас это будет прямо находка. В этом плане с ним может тягаться только Realme 8 Pro. Но дело в том, что легкость и компактность – это не единственный плюс Mi 11 Lite. Обратите внимание на толщину рамок. Вот как рядом с ним выглядят аппараты из одного ценового сегмента. Вот тут Realme уже здорово проигрывает. Да и все остальные тоже. Понятное дело, что сейчас все стремятся к безрамочности. Но у этого парня толщина рамок, как у современных флагманов. У других бюджетников они заметно толще. Еще сюда завезли шикарный вибромотор. Он лучше, чем в Redmi Note 10 Pro. Короче, тактильно – это очень приятный аппарат. Про стереозвук тоже не забыли. Громкость немного выше, чем у Redmi Note 10 Pro, но на максимуме начинает посвистывать. Короче, такое чувство, что Xiaomi программно увеличили максимальную громкость. Если же ее немного поубавить, тогда качество звука получается, как у Redmi Note 10 Pro. Ладно, давайте полностью закроем вопрос с корпусом и уже после перейдем к внутрикам. Сканер отпечатков разместили на боковой грани. Работает стабильно. И поскольку решение не новое, сразу идем дальше. Задняя крышка тут выполнена из стекла. Есть матовое напыление. Выглядит это круто. Каркас из пластика. Спереди дисплей защищает Gorilla Glass 5. Лоток для сим-карт комбинированный. И это лучше, чем ничего, но все же минус. Потому что у Redmi Note 10 Pro три полноценных слота. Учитывая, что Mi 11 Lite продают даже версии 6.64, это важно. Особенно для тех, у кого постоянно активны две сим-карты. Если одна, то в принципе все равно. В наших странах смартфон предлагают в трех цветах. Черном, голубом и розовом. Так, ну с внешним видом разобрались. Давайте подведем первый промежуточный итог. Помните, в начале ролика я говорил, что понял, для кого компания выпустила этот смартфон. Для тех, кого бесят типичные бюджетники производителя. Такие, как допустим Poco X3. Невзрачные и большие. Для тех, кто приходит в магазин и щупает смартфоны в реале. Поверьте, во всех случаях люди будут выбирать именно Mi 11 Lite. Из-за его дизайна, из-за его эргономики. Хотя, ладно, дизайн дело субъективное. Но то, как он ощущается в руке, думаю, со мной согласятся все. Или не все. Ведь есть люди, которые неистово себе хотят именно Poco X3. Им наплевать на его внешний вид. Для них важна мощь, которой Mi 11 Lite, к сожалению, не хватает. Не то, чтобы здесь все было плохо. Нет. Snapdragon 732 это обыденное решение для большинства недорогих аппаратов. Еще часто используют Snapdragon 720. По сути, они мало чем отличаются. Не хочется сейчас долго на этом останавливаться. Потому что ранее мы уже не раз поднимали данный вопрос. В тяжелые игры можно играть на средних настройках. Потому что на ультрах вы в среднем будете получать 32 фпс. График перед вашими глазами. Корпус после получаса игры становится теплым. Нагрев чувствуется, но в рамках нормы. Результаты троттлинг-теста перед вашими глазами. Мне кажется, для тех, кто собирается покупать этот смартфон, более важно, насколько шустро работает система. И вот что я вам скажу. После Mi 11, которым я пользуюсь на постоянной основе, микрофрезы, конечно, заметны. Но, друзья, они есть на абсолютно любом недорогом смартфоне. Страницы открываются не так быстро. Приложения загружаются тоже. Тут многое зависит от того, каким аппаратом вы пользовались ранее. В целом, это просто нормальный уровень. Абсолютный минимум, чтобы чувствовать себя человеком. Тем более, тут еще установлен дисплей с повышенной частотой обновления изображения. 90 Гц. Да, это не 120, зато чип справляется с нагрузкой. И я уже говорил в обзоре А52, что на практике разница между 90 и 120 Гц незаметна. Оба варианта хороши. Конечно, если выбирать, лучше больше, чем меньше. Но я рекомендую не париться по этому поводу. А вообще, дисплей в Mi 11 Lite намного круче, чем в Redmi Note 10 Pro и Poco X3 Pro. Сюда даже завезли цветность 10 бит. Не во многих флагманах есть такая возможность. Цветопередача здесь действительно шикарная. И самое главное, что под углами нет диких искажений, как в большинстве амоледов. У Redmi Note 10 Pro в этом плане дела обстоят куда хуже. И раз уж мы еще раз его вспомнили, давайте я тут же закрою вопрос с работой датчика приближения. В Mi 11 Lite он работает нормально. Друзья, я долго его тестировал, и он отрабатывает даже лучше, чем в Poco F3. А я напомню, он стоит дороже. Короче, это победа. Наверное, Redmi экономят на этом компоненте в своих смартфонах. Другого объяснения у меня нет. Но не думайте, что производитель решил прямо все проблемы. Нет. Моя основная претензия остается открытой. Xiaomi специально делают недорогие смартфоны хуже. Тут тоже нет DC-димминга. И на 25% яркости мы видим не самый лучший результат. Да, это странно, но я несколько раз перепроверял цифры. Все правильно. В целом, не то, чтобы все плохо. Нет. Просто могло бы быть лучше, если бы производитель сделал все как надо. Индикатора уведомлений нет. Always On тоже оставили кастрированный. 10 секунд и все. И снова это программное ухудшение, чтобы не мешать продажам флагманов. И ладно, если бы дело было в слабой батарейке. Ее емкость с уменьшением толщины и размера устройства стала действительно меньше. Но наш тест показывает, что проблем с временем автономной работы не будет. Mi 11 Lite продержался не намного хуже Redmi Note 10 Pro. И даже лучше, чем Poco F3. То есть на практике все они живут плюс-минус одинаково. Почему так, спросите вы? Да, наверное, потому что 90 Гц, а не 120. И, возможно, Xiaomi лучше поработали над оптимизацией. Я есть честно хазы. Зато знаю, что основная камера Mi 11 Lite вам точно понравится. Спойлер, ну, по совокупности всего она точно не хуже, чем в Redmi Note 10 Pro. А в чем-то даже лучше. Допустим, в фирменном приложении камеры появился новый режим видеоэффекты. Магический зум, медленный затвор, параллельный мир и все в таком духе. По большей части это баловство, я согласен. Но фишка пришла в Lite-версию с полноценных флагманов. И, возможно, кому-то это пригодится. Больше мне понравилось, что в Mi 11 Lite есть стабилизация видео при съемке в 4К. У Note 10 Pro она есть только в Full HD. В этом плане новинка больше похожа на Poco X3. Вы подумаете, тогда Redmi по-любому должен его уделать по фотовозможностям, потому что у него царские 108 мегапикселей. Но нет, у них паритет даже днем. Смотрите сами. Покажу вам несколько примеров, чтобы не быть голословным. По всем параметрам смартфоны очень похожи. В тяжелых условиях ситуация аналогичная. Я не могу сказать, что какой-то из этих двух аппаратов справился лучше. На мой взгляд, они равны. Ни больше, ни меньше. По фронтальной камере они тоже очень похожи. Можно было бы затротствовать и обращать внимание на детализацию каждого волоска на моей голове. Но это бред. Вы это сами понимаете. Единственное, где слил Mi 11 Lite, это по ультраширику. И у Redmi, и у Poco X3 он лучше. В остальном, все они очень похожи. Собственно, самые важные вопросы я уже раскрыл. Осталось только сказать, что NFC есть, Google Pay работает без проблем. И закрыть вопрос с ценами. В Европе за него просят от 300 евро. В Украине на старте продаж от 7000 гривен. После будет прайс 8 499 гривен. В России и других странах на момент записи видео цены не объявлены. Можете ориентироваться на Европу. И что я могу сказать. На старте прайс за этот смартфон прямо шикарный. После будет, ну, просто нормально. По большей части Mi 11 Lite мне понравился. У него нет детских болячек, которые имеются в Redmi Note 10 Pro. Он легкий, можно даже сказать компактный. По современным меркам, конечно. Короче, приятный аппарат. Тут нужно определиться, что для вас важнее. Внешний вид или железо. Если первое, тогда можете смело завтра покупать Poco X3. Он будет и бодрее, и мощнее, и плюс ко всему дешевле. Если же внешний вид, тогда я бы выбирал между Mi 11 Lite и Redmi Note 10 Pro. Понимаю, какой вопрос сейчас возникает у вас в голове. А так, чтобы было мощно и красиво. Ну, неужели нельзя? Окей, можете выбирать между Mi 10T Lite и Poco F3. Но с ними тоже не все просто. Один большой, такой же, как и Poco X3 Pro и Poco X3. А второй с хреновой камерой. Вот, собственно, вам и задачка. Своё решение можете написать в комментариях. А у меня на этом всё. Спасибо большое за просмотр. Не забывайте ставить пальцы вверх. Делиться этим выпуском со своими друзьями, если вам понравился. И да прибудет с вами Android. Все полезные ссылки оставлю в описании. Пока-пока.